Угрозы для оборонного предприятия нет, что известно о пожаре в строении, примыкающем к РАСМАШу 26 апреля 2019 года, 21-25 Роман Чумаев На предприятии, прилегающем к территории Красноярского машиностроительного завода, произошел крупный пожар Огонь распространился на площади более 20 тысяч КВ Метров Однако сотрудники МЧС уже смогли его локализовать Возгорание возникло на крыше одного из строений завода по производству холодильников Бирюса При этом в МЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет Очаг возгорания находится на удалении от основных цехов Красмаша И огонь не сможет перекинуться на строение оборонного предприятия, которое производят баллистические ракеты Сармат и Синева Вечером в пятницу, 26 апреля, появилась информация о том, что на территории Красноярского машиностроительного завода, входящего в госкорпорацию Роскосмос, произошло крупное возгорание на кровле одного из строений Площадь пожара превысила 20 тысяч квадратных метров В настоящее время спасатели локализовали пламя При этом, несмотря на появившуюся в СМИ информацию, погибших и пострадавших в результате пожара нет При этом позднее в Роскосмосе отметили, что возгорание произошло на частном объекте, который примыкал к территории ракетного завода Красмаш Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода Администрация и пожарные подразделения предприятия находятся на месте, говорится в сообщении в Твиттер О развитии ситуации докладывается главе госкорпорации Дмитрию Рогозину Пожара на территории ракетного завода Красмаш нет Пламенем охвачена примыкающая к заводу территория склада холодильников Роскосмос, собака Роскосмос, 26 апреля 2019 года Между тем, по словам руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устеменко, пожар возник в одном из строений, относящихся к заводу по производству холодильников Бирюса Этот объект не имеет отношения к крупнейшему предприятию оборонного промышленного комплекса России Это склад готовой продукции На этом складе произошло возгорание, цитирует его РИА Новости Он подчеркнул, что персонал завода совместно с прибывшими на место чрезвычайное происшествие сотрудниками МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещение, относящееся к Красноярскому машиностроительному заводу В пресс-службе МЧС по Красноярскому краю указали, что пожару присвоен высший, четвертый ранг сложности Там уточнили, что огонь начал распространяться с кровли здания, где и произошло возгорание На момент начала пожара на складе могло находиться порядка 50 тысяч холодильников В тушении задействованы 94 человека, 16 автоцистерн и 5 автолестниц Локализация пожара в 22.16 по местному времени, 18.16 МСК, на площади 20 тысяч квадратных метров, подчеркнули в пресс-службе МЧС На страницу галереи общая площадь возгорания составила примерно 24 тысячи квадратных метров Пожар привел к обрушению кровли строения на площади 2,5 тысячи квадратных метров Кроме того, в МЧС опровергли появившуюся в интернете информацию о жертвах пожара В СМИ выходит недостоверная информация «Даем достоверную, точную, погибших, травмированных в результате данного пожара нет», заявили в краевом главке МЧС «Взрывов там быть не должно, там опасного оборудования нет, сильного ветра нет, поэтому переходы огня на соседние здания мы не прогнозируем», пояснил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Александр Якимов «Заметим, что из разных уголков Красноярска можно было наблюдать черный едкий дым, шедший с территории Красмаша Он образовался из-за мазута, которым частично покрыта кровля здания На место также выехала мобильная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Угрозы жизни людей и распространения химически вредных веществ нет Однако ветер сносит запах дыма от пожара в сторону энергетиков и нижних черемушек Поэтому просим жителей не открывать окна, говорится в сообщении администрации Красноярска в социальной сети ВКонтакте Находящийся на месте пожара руководитель агентства по гражданской обороне Чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александра Эдемиллер также добавил, что ситуация находится под контролем Цеха основного производства завода «Красмаш» находится на удалении от отчега возгорания Огонь им не угрожает Пожар также не угрожает и жилым районам Жизнеобеспечению района ничто не мешает, цитирует его 7 канал Красноярск Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году и расположен на правом берегу Енисея Предприятие является частью объединенной ракетно-космической корпорации «АРК» и крупнейшим заводом в сфере оборонно-промышленного комплекса страны «Красмаш» на протяжении многих лет занимается производством базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон» Наряду с этим налажено производство межконтинентальных баллистических ракет «Синева» и «Сармат» Помимо этого, завод изготовил порядка 16 тысяч факелов для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...